Всем привет! Представляю вашему вниманию фрезерный ЧПУ-станок по камню CNC6012 Plus S. Поехали! Данный станок имеет алюминиевый пазовый рабочий стол размерами в длину от 900 до 2500 мм и ширину от 720 до 1350 мм. Шпиндель, имеющий мощность 2,2 кВт с возможностью замены на 3 кВт, имеет рабочий ход по оси X от 600 до 1200 мм, Y от 600 до 2400 мм и Z от 150 до 300 мм. Plus S означает, что данный станок дополнительно оборудован системой снабжения смазочно-охлаждающей жидкостью и емкостью для ее сбора с дальнейшим сливом. Все это, конечно, хорошо звучит, но в чем преимущество российского производителя на фоне других? На самом деле все кроется в деталях. Давайте-ка рассмотрим их поближе. Первой важной деталью является металл, из которого сделаны портал, стойки, саппорт и другие детали. В отличие от стали, технология создания стойк из чугуна подразумевает литье, что дает более точную жесткую конструкцию. А последующая фрезеровка детали на станке ЧПУ позволяет довести эту деталь до идеала. Результатом становится точность и устойчивость станка. Все подвижные части станка оборудованы гофрированной защитой. Это позволяет избежать загрязнения от пыли, стружек и других производственных мелочей. Результат – долговечность. Благодаря использованию кабелеукладчиков провода и другие гибкие детали защищены от перетирания, передавливания и запутывания между собой. Это также влияет как на срок службы, так и на эстетичность самого оборудования. Также стоит обратить внимание на шаговые двигатели. Например, если сравнить их с двигателями на китайских станках, то их двигатели будут меньших размеров. Связано это с тем, что у нас они устанавливаются с определенным запасом мощности. Например, на этом станке установлены двигатели мощностью 4,5 А. Плюс ко всему на данном станке используются рельсовые направляющие. Это, конечно, более дорогое решение, нежели круглое направляющее, но результатом становится более устойчивая и жесткая конструкция, позволяющая станкам с высокой мощностью работать без каких-либо отклонений, что также влияет на точность. Немало важным будет обратить внимание на двойное охлаждение. Сделано это для того, чтобы при частых сменах направление при вращении фреза не перегревалось, и шпиндели, избегая лишней нагрузки, как и его ключевые детали, сложили дольше. Небольшим плюсом можно назвать магнитную основу кнопки обнуления. Это дает возможность установить ее в более удобном месте. Да, это не влияет на работоспособность станка, но важность комфорта никто не отменял. Казалось бы, с виду обычный станок, который практически внешне с первого взгляда не отличается от более дешевого китайского производителя, имея столько на первый взгляд незаметных, но важных деталей, оказывается довольно надежным и точным представителем соотношения цена-качество. Работу данного станка давайте рассмотрим на примере изготовления распятия из мрамора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это видео и подошло к концу. Если вам интересен данный станок, какие у нас есть другие станки или их технические характеристики, переходите на наш сайт по ссылке в описании. С вами был канал Салки ЧПУ Россия. До новых встреч в следующих видео.